Мы начинаем новый цикл. Мы будем беседовать с разными людьми о том, как они решились на переезд из своей страны в Польшу, что их, собственно, ждало здесь в Польше, с какими сложностями они сталкивались. И сегодня у нас есть первый наш гость, это Инна. Инна у нас директор, правильно я говорю? Директор агентства по трудоустройству Аль Мерин. Одна, наверное, на мой взгляд, из лучших агентств по трудоустройству. Спасибо. Я знаю его давно довольно-таки. И хотелось бы с вами поговорить относительно того, как вы все-таки решились приехать сюда, в Польшу. Что стало для вас тем первым звоночком, когда вы поняли, что вы хотите сюда приехать? Здравствуйте. Меня зовут Инна. Переехали мы во Вродслав 4 года назад. Вот в ноябре были 4 года. Что стало первым звоночком? Ситуация в стране была нестабильная. Уперлись в один момент в потолок финансовый. В работе уже некуда было расти. Занимались, в принципе, тем же, что и сейчас. То есть это сфера трудоустройства. И понимали, что без представительства здесь нет развития на Украине. Поэтому открыли совместно фирму в городе Вродслав, где был соучредителем директор украинского агентства. И мы здесь уже развивали шаг за шагом структуру польскую. У вас уже в Украине, получается, был какой-то... Да, мы 2 года занимались в Украине. То есть мы подбирали кадры в Украине по разным специальностям и отправляли людей в Польшу. Но здесь терялся полностью контроль. Мы здесь, в принципе, из Украины не могли проконтролировать, что здесь дальше с людьми происходит. Куда они едут. Выплатили зарплату, не выплатили. Выполняют обязательства работодатели или нет. То есть тут, когда мы уже на месте, мы это видим воочию. Мы лично отвечаем за выплату заработной платы, за контроль над людьми, где они живут, кто их встречает, как они работают. То есть всю схему мы уже контролируем здесь сами. Из Украины это было невозможно. Понятно. А все-таки кто стал, скажем так, тем человеком, который все-таки принял твердое решение, да, скажем так, относительно того, что мы едем в Абротово, будем там открывать ферму свою, да, и заниматься, контролировать, собственно, ведением хозяйственной деятельности здесь уже. Ну, настоял муж. Он предложил, я сразу согласилась. Причем, ну, путь был достаточно тернистый, был первый отказ, можно было сказать... А в чем был отказ? У нас в визе. То есть, когда мы собирались выехать, мы с мужем получили отказы. И можно было списать это на судьбу, наверное, не судьба, наверное, все-таки стоит остаться. Но мы продолжали бороться с этим, выходили какие-то решения, и все-таки визы получили. Ребенок оставался, дочери было 5 лет, с бабушкой на 4 месяца, и мы сначала переехали с мужем вдвоем. Скажи мне, пожалуйста, ты ранее вообще задумывалась относительно того, чтобы как-то приехать сюда в Польшу, что, к примеру, если возьмем лет 10 тому назад, планировала, строила ли ты себе какие-то планы относительно того, что вот там в 2019, ну да, будешь уже, собственно, сидеть здесь. Я скажу, даже больше 10 лет назад я жила в Польше. Ага. Первый мой переезд был, когда мне было 19 лет, у меня здесь живет сестра в городе Торунь. И как не смешно это звучит, но я тогда не нашла сама себе работу. Сейчас я уже понимаю, с чем я тогда столкнулась, соответственно, сейчас мне легче немного работать в этой сфере, потому что понимаю, с какими трудностями сталкиваются наши ребята, которые приезжают, в основном не знаю языка, законов, структуры, и в принципе, да, они приезжают с сумками на вокзал. И как я когда-то приехала и понимала, боже мой, куда бежать, что делать, с чего начинать, и учить язык, искать работу в какой сфере. Я жила здесь год, и потом я вернулась на Украину. И на протяжении всего этого года тебе не удалось, собственно, найти работу? Полгода я учила язык, я работу не искала, а через полгода я начала поиски, я отправляла резюме, но тогда еще не было этого бума, не было еще такой большой потребности в людях. Но опять же, я была уже с высшим образованием юридическим, я искала более такую работу в офисе. Как давно, в каком конкретном году это было? В 2000? Я переезжала, это был 2008 год, это был как раз кризис. Конец 2008, 2009 я здесь жила. И когда ты уже, собственно, уехала, хотелось ли тебе вообще возвращаться? Я тогда думала, что я уже никогда не вернусь. Ну, а в целом, получается, ты свой бизнес строила, как раз основываясь на своем опыте, да, скажем так, с тем, с чем сталкивалась. Да, то есть я столкнулась с определенными проблемами, плюс я знала сферу изнутри, из Украины, когда мы искали людей, отправляли на работу в Польше. Подводные камни уже тогда были ясны, и, соответственно, с этим багажом знания и опытом, переехав сюда, уже зная польский язык, уже было намного легче. Хорошо. Расскажи мне, пожалуйста, относительно своего бизнеса более подробно, как ты пришла к тому, что, собственно, в какой-то из моментов, да, скажем так, вернувшись, между прочим, хоть из Польши, не желая возвращаться в Польшу, решила, что вот ты хотела бы себя попробовать, собственно, непосредственно в этом направлении, да. Как у тебя сложились обстоятельства, либо родились мысли относительно ведения именно этого бизнеса? Ну, как я говорила, два года мы занимались этим на Украине, да, поэтому, в принципе, база уже была построена, как искать людей, что людям нужно в первую очередь, на что нужно обратить внимание, какие минусы с польской стороны, которые нужно было бы здесь нам уладить, да. И, открыв фирму, подписали первый контракт, ну, это было достаточно смешно, когда фирме было два месяца, подписывая первый контракт, я встретилась с директором фирмы, на то время он миллионер, такой себе дядечка, и вот он меня, он меня практически как на собеседование вызвал, и у нас тогда не работало ни одного человека на фирме, и он мне говорит, ну, расскажите, пожалуйста, сколько у вас людей работают на фирме, какие специальности, где, и я просто на ходу, ну, я не могла сказать, что у нас никого нет, да, он бы не подписался на никогда контракт. Я рассказывала о том, что, ну, работает человек 20, а кто? Ну, сварщики, слесари, а где? Ну, говорит, где я не могу сказать, это коммерческая тайна. Ты можешь выкрутиться в этой ситуации. Я помню, это был день пончика, да, это сладкий четверг в Польше, на столе стали пончики, и я ела эти пончики, в это время думала, что же мне сказать. У меня руки, ладошки были мокрые, я очень переживала, ну, такая, девочка, девочка. Ну, в итоге, ну, то, что я говорила, я говорила из своего опыта на Украине, то есть, да, мы отправились с Лесой и Сварщиков, просто они работали на других фирмах, а не на моей. В итоге, через 4 дня мы подписали контракт, начали работать первые 20 человек, столкнулись с многим, на самом деле, потому что не было опыта работы в этой сфере из Польши. БХП, Медкомиссии, составление контрактов, договоров с людьми, оказалось, что их нужно было перевести, они не были переведены. Потом столкнулись с первыми неоплатами, когда понимали, что все, что у нас есть, сейчас может обрушиться, потому что один из контрагентов нам в один момент не заплатил. Нанимали виндикаторскую фирму, коллекторскую, да, которые помогли нам вернуть часть долга. Ну, было, на самом деле, очень много всего, и сейчас, скажем так, если бы можно было бы кому-то этот опыт передать, да, я бы с удовольствием поделилась этой информацией, чтобы те люди, которые переезжают сейчас, уже не сталкивались с таким достаточно большим рядом проблем, с которыми столкнулась я когда-то с мужем. Понятно. А вот, собственно, относительно этого опыта, я, собственно, знаю, что ты в последнее время решила немножко отойти от занятий, скажем так, свою непосредственную деятельность, да, то есть, собственно, агентство по трудоустройству, и как раз вот решила заняться как раз на самом деле тем, чтобы делиться опытом с другими. А почему ты, собственно, решила сейчас это делать? Откуда, собственно, возникла такая идея? Не означает ли это, что ты уже достигла в своей сфере какой-то планки, да, или просто ищешь что-то себе другое, скажем так? Ну, есть несколько причин. Во-первых, в принципе, вот главная причина. Через три недели я второй раз стану мамой, и я понимаю, что я не смогу столько времени, спасибо, уделять этому бизнесу. Я еще сейчас чувствую, когда в день мне по 20-30-40 звонков в день, я еще понимаю, что я недостаточно передала все полномочия, чтобы полностью отойти. То есть, я еще буду оставаться в работе, я буду контролировать еще некоторые процессы. Многие передали менеджерам в офисе, муж будет вести, но не стоит задача развития. У нас сейчас работает где-то 210-215 человек на сегодняшний день, и мы пока хотим остановиться на этом. То есть, мы знаем бизнес настолько, чтобы, скажем так, вести его параллельно уже с каким-то другим. И мы сейчас сможем в процессе выбора какой-то другой ниши. Есть несколько вариантов, чем мы будем еще заниматься, но это на перспективу через год-два. Пока мы работаем, мы не собираемся закрывать фирму, мы не собираемся закрывать какие-то контракты. Но в то же время я верю в Украину, что все-таки дела идут на поправку, растут заработные платы. Нам некоторые ребята начали говорить, что им уже не оплачивается приезжать здесь в Польшу работать. Курс немножко упал, зарплаты на Украине выросли, и все тяжелее находить людей из Украины. И все меньше начинают оставаться здесь, и все больше возвращаются обратно. Конкуренция растет со стороны Украины, правильно? Ну, я бы не назвала Украину конкуренцией, я была бы счастлива, чтобы там было все хорошо. Я бы нашла здесь другую сферу деятельности, если бы все вернулись. Просто динамику видим, что заработные платы в Польше уже не удовлетворяют потребности наших ребят из Украины. Ситуация кардинально поменялась только в этом году? Или такая уже тенденция намечалась? Тенденция была с прошлого года, мы разговаривали об этом с мужем в прошлом году, что идет на спад. И сейчас поднятие заработных плат в Польше, может быть, приостановит это еще на полгода-год. А как ты относишься к тому, что наша тоже соседняя страна, Германия, планирует уже с марта месяца следующего года также открывать, делать либерализацию рынка, ожидаешь ли ты, собственно, еще дополнительный какой-то отток своих потенциальных клиентов, которые пойдут просто транзитом, скажем так, из Украины, непосредственно уже на Германию, естественно, Польшу? Ну, прежде всего, это не так просто, да, как многим кажется. Откроются границы, и все будет так, как в Польше, только в Германии, и зарплаты в 2-3 раза больше. Нужно подтвердить свою квалификацию, нужно знать язык. Это не будет бум, что сейчас 90% украинцев выйдут просто за границу, будут там работать. Они выезжают уже, уже есть люди, которые идут в Чехию, в Германию, в Венгрию. Кто-то легально, кто-то полулегально, кто-то вообще нелегально, понимая все риски депортации и так далее. Мы нелегальным трудоустройством не занимаемся. Риски, связанные с трудоустройством в Германии, на себя тоже брать не хотим. Поэтому в эту сторону мы не идем, но однозначно отток будет. То есть сейчас мы в этом месяце писали всем нашим контрагентам письма о том, что мы просим повышение ставки для того, чтобы можно было поведнять зарплату людям со следующего года. Того требует закон, в принципе, да, мы обязаны это сделать. Ну и одним из факторов, которые мы писали, что действительно открывается немецкий рынок, и те специалисты, сварщики, слесари, электрики, которые работают у нас сейчас, мы сейчас уже знаем, что некоторые из них ходят на курсы немецкого языка, например. То есть они готовятся к тому, что когда откроются границы, если здесь ничего не поменяется, ну а вряд ли в Польше наступят времена, когда будет немецкая зарплата здесь, то ребята могут выехать, и мы отдаем себе в этом отчет. Как, собственно, по твоей оценке, какой бы процент все-таки это мог бы быть? Мы не говорим о больших цифрах, прекрасно понимаем, что 90% людей не поедут себе дальше по разным причинам. Кто-то уже на самом деле укоренился здесь, в Польше, да, кто-то уже обзавелся здесь с семьей, купил кто-то квартиру, автомобиль, да. Тем не менее, как ты видишь, собственно, какой бы это мог быть процент людей? В начале, в следующем году, мне кажется, это будет не больше 10-15%. Ну а дальше уже будем смотреть, как Германия будет реагировать. Немецкий рынок тоже не такой простой. У них немного другая система, чем в Польше. Наши ребята из Украины, приехав сюда в Польшу, они привыкли, что они здесь более свободно себя чувствуют. Язык более-менее быстрее выучили, или хотя бы его уже понимают через неделю-две. Могут поменять работу достаточно легко. В Германии уже так не будет. То есть там в основном жилье и доезд по стороне работника. Здесь это в основном дает работодатель. Там не будет так просто поменять работу. То есть если тебе уже сделали разрешение, ты должен до конца работать на этой работе, чтобы ты мог быть легально. Она не позволит такой ротации кадров, как в Польше. То есть есть определенная, ну другая система, да, которой наши ребята могут быть не готовы. Поэтому если говорить о таком большом количестве наших людей сейчас в Польше, то не будет большого такого бума на Германию вначале. Может быть Германия через год-два-три приспособится, и тогда ежегодно будет отток этих там 10-15%. Но пока в 2020-м, я думаю, большого скачка не будет. Понятно. Ты уже затронула, собственно, тему немного то, что в Украине повышаются, скажем так, социальные стандарты. Делается довольно-таки много на то, чтобы страну вывести там из кризиса. Тем не менее, на данный момент мы уже находимся здесь, в Польше. И ты, к примеру, имеешь уже опыт ведения бизнеса как в Украине, так и, собственно, в Польше. Сравнивая, собственно, две страны в легкости, в простоте ведения бизнеса, что бы ты могла сказать относительно того, как к тебе ведется бизнес здесь непосредственно в Польше? Где лучше вести на самом деле бизнес для тебя? Свои плюсы и минусы есть и тут, и там. Тут нельзя сказать однозначно, что лучше на Украине вести бизнес или лучше здесь. Здесь как-то стабильнее. Маржинальная доходность здесь явно меньше. То есть можно заработать те же деньги, например, на Украине быстрее, но их также быстрее можно на Украине и потерять. То есть здесь более чувствуешь себя защищенным со стороны государства, с одной стороны. Налогов нужно платить больше, это минус. То есть, да, и в первую очередь. Часто бывает так, что, например, в польском законодательстве очень большой провал в плане мошенничества. Очень много фирм могут позволить себе нам не заплатить, например, за услуги. И судом, добиваясь год, два, пять своих денег, эта фирма может в любой момент закрыться, и мы ничего не получим. То есть тут тоже есть определенные риски, и мы сейчас уже учитываем это, проверяем фирму перед подписанием договора со всех сторон, пытаемся себя обезопасить, потому что риски на самом деле этого бизнеса очень большие. Ну, где лучше, ну, я выбрала Польшу, да, и в том числе ведем деятельность здесь. Важно иметь хорошего бухгалтера, хорошего юриста, которые будут в этом помогать. А если есть еще вот такой советчик, как я рядом, если бы я была у себя четыре года назад, нам было бы намного легче. Соответственно, есть у меня знакомые, которые переезжают, они просто звонят мне и говорят, а что в таком случае, а где лучше, а дай контакт этот, я с удовольствием даю. Вообще ты часто помогаешь людям, собственно, в ревокации, да, в переезде, собственно. Не будем все скрывать, что у каждого из нас есть знакомые, которые остались дома, да, по большому счету. Так либо иначе они обращаются, собственно, к тем, кто уже однажды попробовал это. Часто ли к тебе обращаются, на самом деле, с такими разными вопросами относительно того, что расскажи, да, как там, по большому счету, за границей и помоги, да? Ну, конечно, это не проблема вообще. Ребята обращаются, у нас сейчас работают и мой одноклассник, и моя одногруппница из Киева, и есть девочки мои, подруги, которые сейчас помогают с поиском работников на Украине, тоже работаем вместе. Некоторые знакомые переехали и ведут здесь свой бизнес, то есть тоже они приехали с вопросами, а где фирму открыть, а где бухгалтера найти, а с чего начать, да, то есть тоже какие-то такие вещи первого этапа. Им интересно, мы встречаемся за кофе, я это им рассказываю. Понятно, что я не могу передать весь опыт там работы в этой сфере, там, шестилетней, да, за чашечкой кофе, но какие-то основные нюансы я сто восемь делюсь. Понятненько. А скажи, пожалуйста, при каких бы обстоятельствах ты бы могла вернуться к себе, к примеру, в Украину, к себе домой, да? Что-то должно было бы поменяться, скажем так, в стране, либо у тебя, к примеру, в городе, да, чтобы ты решила, что нет, я все-таки хочу вернуться к себе. Мы приехали сюда из Одессы, и общаясь сейчас с нашими друзьями, кумовьями, я слышу, что достаточно небезопасно. На улицах водители, очень, ну, например, здесь ребенок ходит в школу один, 15 минут она идет до школы, 15 минут она возвращается. Я не переживаю. Да, тут тоже есть определенный уровень преступности, но он гораздо ниже. То есть, чтобы я вернулась, должно быть, ну, хотя бы, как сейчас в Польше, на Украине, в плане безопасности для моей семьи. Да, то есть я должна быть уверена, что ребенок, идя в школу, до нее дойдет и, возвращаясь, с нее вернется. На Украине я бы водила ее за ручку, да, или возила бы, то есть... Да, 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 к сожалению, к сожалению. Ну, второе, это... Я даже, я люблю наших людей, но когда ты приходишь здесь, в какой-то государственный орган, за прописку получить, какую-то оплату совершить, или спросить совета, да, по каким-то документам, в основном 95% тебе улыбаются и рассказывают, помогают заполнить. Когда я приходила к нам, у меня другое воспоминание, к сожалению, да, то есть понятно, что уровень жизни немного на Украине отличается. Люди, может быть, из этого более озлоблены. Но это очень чувствуется в комфорте жизни. То есть здесь мне находиться жить комфортнее, чем в своей родной стране, к сожалению. А с какими проблемами ты сталкиваешься еще непосредственно здесь, в Польше? С какими проблемами? Ну, как бы мы ни проверяли эти фирмы, бывает так, что все равно они нам не оплачивают наши услуги. Это первая проблема, да, то есть собираются определенные фактуры, которые просто висят в воздухе. Услуга нами была сделана, оказана, а плату мы не получили. Это первое. И от этого, ну, к сожалению, нет стопроцентной гарантии, как от этого уберечься, да. Второе, что все-таки некоторые работодатели обманывают. Мы максимально стараемся проверять работодателей, встречаться с ними, подписывать уже составленные, пересоставленные договора юристами. И все равно даже подписывая это, они умудряются как-то схитрить и где-то обмануть. Хотел немного уточнить более такой вопрос. С проблемами, наверное, больше в жизни в целом в Польше, да? Не в работе? Да, не касаясь, собственно, в Польше. Сталкивалась ли ты с какими-то плохим, скажем так, восприятием гражданами Польши, да? Непотребственно тебя? Сталкивалась ли ты с... За четыре года я не чувствовала никакой дискриминации, но вот буквально неделю назад был случай, когда мы купили здесь квартиру, живем уже в этой квартире два года, и спускаясь, соседка в лифте, слышала, когда я заходила, я разговаривала по телефону на русском языке, и она своему второму соседу говорит, ну, по-типу, понаехали тут украинцы. И я так, ну, меня так это задело, я очень хорошо говорю по-польски, ну, в принципе, без акцента уже, и я, поворачиваясь к ней, может быть, она думала, что я не понимаю ее, но я ей говорю, вы что-то имеете против украинцев? А она такая пешила смотрит на меня, говорит, против вас конкретно нет. Я говорю, вот и хорошо, выдохнула, у меня такой был мини-стресс даже. То есть, ну, я жутко не люблю, когда наших как-то обижают, затрагивают, но в то же время я очень часто вижу, к сожалению, ситуацию, что наши люди сами в это виноваты. Когда я захожу в магазин и слышу мат, перемат на русском, или там людей в автобусе с пивом, с перегаром, которые там, не знаю, кричат, ругаются. Но мне тоже хочется отойти и вообще, в принципе, я начинаю с дочкой по-польски говорить, чтобы меня, в принципе, не ассоциировали, что мы вместе. Поэтому, ну, тут наша тоже есть вина, к сожалению. Если есть деньги, пусть верят деньги. Если же денег для начала нет, то пусть хотя бы оставит корону дома, да? То есть, чтобы он был готов к переменам, к изучению языка, к тому, что здесь немного другой менталитет, и нужно будет приспосабливаться. И что вначале будет тяжело. То есть, не будет розовых очков, красной дорожки. Если человек это понимает и с полным осознанием того, что ему предстоит, едет, то у него все получится. Сейчас хотел бы, собственно, задать тебе несколько коротких вопросов. Как ты вообще любишь отдыхать? Как я люблю отдыхать? Мы все чаще выезжаем с семьей на отдых в горы, над озеро, просто прогуляться. Очень хорошая природа, все близко, разные страны есть рядом. Все больше хочется куда-то выходить. То есть, ну, дома сидеть перед телевизором, это для меня не отдых. Активный отдых. Да. Что тебя мотивирует лучше всего? Мотивирует, в первую очередь, дочь. Она мой двигатель. Муж. Очень хороший мотиватор. Ну и, в принципе, благодарность людей. Когда я вижу, что то, что я делаю, ценится, хочется это делать лучше, больше, стараться и развивать это дальше. Если мы уже коснулись, собственно, вопрос детей, скажем так, семьи, кто был в детстве твоим героем? Моим героем в детстве кто был? Хороший вопрос. До определенного возраста мой отец был для меня героем. Когда уже выросла сестра, очень для меня была она идеалом, даже, скажем так, которая сейчас живет в Польше. Не знаю, подавала хороший пример, научила меня, что курить, например, плохо, я не курила никогда. Учиться хорошо научила, следить за порядком. Многие такие вещи привила, как родная мать была мне. Потому что мы жили с 15 лет и переехала в Киеве, жила уже с сестрой. Скажи мне, пожалуйста, сейчас еще только октябрь месяц, да, но скоро, в целом, будет уже зима, новогодние праздники. Какой бы ты подарок хотела себе на Новый год? Хотелось бы встретить Новый год с семьей, и причем, чтобы семья приехала к нам. Это и родители мои, и мужа, и сестра. У нас сейчас, имея там одномесячного ребенка, примерно на Новый год не получится куда-то выехать далеко. Поэтому для меня был бы лучшим подарком, если бы вся семья собралась. Понятно. И спасибо тебе на самом деле большое, что сегодня пришла. Нам удалось, в конце концов, увидеться. Долго мы тренировали, собственно, эту встречу, это интервью. Большое тебе спасибо. И желаю себе, собственно, поскорее стать мамой. Да, я тоже себе этого желаю. Спасибо.